Новый арт-объект вскоре появится возле одного из городских библиотечных центров. Скульптура внешне простая, но имеет глубокий философский смысл. Замысел художника попыталась разгадать Наталья Хмелева. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Какой ты хорошенький, какой ты грустный. У него лапки, у него настоящие лапки с подушечками. Над которыми художник трудился особенно тщательно, полировал, обтачивал, вспоминал ощущения, которые испытывал, когда сам гладил котиков. Специально, чтобы те, у кого зачешутся руки, потрогать лапки, делали это с неподдельным удовольствием, признается художник. Впрочем, внимание к деталям на коте не закончилось. Видите молодую ветку? Оказывается, она ведет себя как дерево. Ну, почти. Ветер от сеного будет вот тоже немножко играть, при этом пень будет стоять четко. У металла есть все равно своя определенная пружинистость. Вот такая скульптура вырисовывается в полумраке мастерской. Пока еще не совсем готовая, впереди полировка и покраска, но уже долгожданная, и что особенно актуальна, имеющая свое место в городе. В понедельник ее установят у библиотеки «Читай город» на улице Кочетова. Ждать обновку пришлось долго, почти полгода. Работа, в особенности пень, оказалась сложная и трудоемкая. И не в последнюю очередь из-за идеи. Вот смотришь на эту скульптуру и невольно начинаешь думать не о котиках, а о том, куда, собственно, одевался дуб зеленый. Нет, дело не в том, что у автора материала не хватило. Тут скрыта серьезная трагическая история. Деревья в первую очередь. Ведь сколько их пало жертвой благоустройства. И чем дальше, тем больше пней появляется на месте некогда звеневших листвой зеленых великанов, рассказывает Вячеслав Смирнов. Но это лишь вершина философского айсберга. В принципе, работа о том, как мы обесцениваем очень важные, нужные вещи, которые формировались десятилетиями, сотнями лет, либо росли так же сотнями лет. То есть, насколько легко мы от них избавляемся. А это и про деревья, и про традиции, и про литературу в какой-то степени. Отсюда и по-настоящему человеческая грусть, которой буквально дышит фигура кота. Но надежда есть. Тонкий росток от старого пня набирает силу и уже совсем скоро зазвенит стальной листвой под новгородским небом. Осталось только приварить кота и красоту навести. Наталья Хмелева, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.